Частная собственность будет настолько уважаема и неприкосновенна, что с ней ничего сделать нельзя. Ты можешь только договориться, но ты не можешь прийти, махнуть вот так рукой и сказать «дафиз», типа убрать, вот так сказать, и потом твой однофамилий, твой родственник это все переведет на более понятный язык. А у нас рубрика «Приплыли» с Тумсу Абдурахмановым, только приплыл не я, как многие из вас могли подумать и возможно кто-то даже обрадовался, а приплыли чеченские бизнесмены, у которых был свой бизнес на одном из перекрестков в городе Грозном, на котором Кадыров решил сделать развязку. Вы переплетуб generous возрасте, мы не AA физ. У нас все sekali и Sentais estos с вами. Мы в планы определенные процитические бизнесмены и наше ресурс, которые мы учистуем за что-то ночь и бизнесмены. У нас есть антидеки, народные республики, для нашего республики, в народный б sund trabalho болтарный борт наங, то с неспайцер... Н解 не разбил... А всё маяна отвечает Тумсу до руководства? Здесь Кадыров сказал своему родственнику, однофамильцу, тоже Кадырову, мэру города Грозного, он сказал, что в переводе на русский язык означает, значит, вот здесь нужно построить развязку, все, что он там расположен, вот так вот махнув рукой в той стороне, а это различные объекты, какие-то рестораны, заправки, все, что присутствует в той стороне, вот это все, говорит, надо снести, кому там, мол, кто захочет, кому-то там взамен дадим какие-нибудь земли, где-нибудь взамен дадим, значит, землю, чтобы там они построили, а вот сейчас уже будет цитата, чтобы они там построили что-то, если они захотят, здесь даже не идет речи о том, чтобы им дать какую-то компенсацию за снесенные эти здания, чтобы они там могли построиться, об этом речи даже не идет, он говорит, мы там дадим им, говорит, где-нибудь землю, чтобы они там, если хотят, могли построиться, разумеется, за свои средства. А вообще, говорит, если они, как добропорядочные, значит, жители республики, для нужды республики просто откажутся, тогда, говорит, ну, значит, они молодцы. То есть, не Кадыров для нужд республики из своего фонда, который он, кстати, в который он все деньги своровал из бюджета этой же республики, не он должен из этого фонда, значит, дать денег этим владельцам этого бизнеса, предложить им, значит, какую-то компенсацию, сделать так, чтобы они были довольны, отказываясь от своего бизнеса, от своего имущества, нет, это не он должен жертвовать, вы что, вы что, реально решили, что глава республики, что ли, должен чем-то жертвовать? Вы решили, что Кадыров, российский чиновник, столько лет усердно трудящийся, ворующий эти деньги из бюджета, грабящий республику, вы что, решили, что он должен теперь жертвовать этими деньгами? Конечно, нет. Жертвовать всегда должен чеченский бизнесмен, который на протяжении, там, 10-15 лет выстраивал свой бизнес, как-то пытался, значит, благополучно развиваться, делал все возможное, рекламу, значит, ремонты, как-то балансировал, постоянно какие-то платил какую-то дань, то в мэрию, то в какую-то администрацию района, то еще кому-то, облагорожение территории, здесь, значит, клунгу, здесь надо асфальт положить, постоянно его и так доили, и он надеялся, он думал, что, несмотря на все эти проблемы, в то же время, благодаря тому, что он как-то умудряется балансировать, взаимодействовать с этой властью, он думал, что у него будет получаться, оставаться на плыву, и этот бизнес, который он строил годами, что он будет неким подспорьем, он будет приносить ему доход, его семья, его наследники смогут за счет этого как-то благополучно жить и существовать, но не тут-то было, просто один человек приехал, посмотрел на перекресток и решил, что здесь должна быть развязка, а вот этот вот весь бизнес, все эти здания, вся эта часть жизни этих людей, потраченная ими на то, чтобы поставить этот бизнес, развить его, это все не имеет никакого значения в голове этого человека, он уже представляет развязку, и в его представлении, в этой развязке, этого бизнеса быть не должно, и плевать он не хотел, что там кто-то что-то теряет, в его понимании это люди самодостаточные, может быть кто-то из них действительно богатые люди, но почему они должны жертвовать, а не он, он даже не задается этим вопросом, в контексте этой истории, конечно же здесь вообще речь идет об уважении частной собственности, мы говорим именно об этом, о том, что невозможно строить какой-то бизнес в той стране или той республике, где плевать никто не хотел на частную собственность, если ты не имеешь уверенности в том, что построено это будет сегодня-завтра, по желанию одного человека не будет снизено, то ты конечно очень серьезно рискуешь, вкладываясь во что бы то ни было, и здесь вот в контексте этого, конечно же, сразу же в памяти всплывают вот эти вот картинки, это вот как раз тот пример, где из-за упрямства каких-то хозяев, каких-то домов в данном случае, да, это частная собственность, пришлось на ходу менять планы, видите, где-то вокруг построили, где-то просто вообще остановили строительство, где-то еще что-то, и вы можете сказать, Тумсо, ну это, посмотри, это же некрасиво, вот из-за того, что кто-то там, значит, воспротивился собственник этого дома, из-за этого, смотри, как некрасиво получилось, где-то, значит, посредине дороги дом образовался, где-то вокруг пришлось там эстакаду делать, где-то вообще остановили строительство из-за того, что это воспротивилось. Некрасиво же, скажете вы, и возможно, да, визуально это действительно может быть выглядит некрасиво, но зато как это красиво по своей сути, как же это красиво, когда ты понимаешь, что это произошло из-за уважения к частной собственности, из-за понимания того, что она неприкосновенна, и как это красиво выглядит, когда ты начинаешь это понимать, когда ты вдумываешься в это, это такая красота неописуемая, ничего в этом мире нельзя построить, что было бы более красивее этого, понимаете, ничего нельзя, потому что вот когда ты понимаешь, что власть настолько уважает частную собственность, что готова разбить все свои планы об эту собственность, вот это реально красота. Это та красота, к которой мы должны стремиться. Вот то государство, в котором мы должны хотеть жить, там, где частная собственность будет настолько уважаема и неприкосновенна, что с ней ничего сделать нельзя, и ты можешь только договориться, но ты не можешь прийти, махнуть вот так рукой и сказать, так, есть, типа убрать, вот так сказать, и потом твой однофамилий, твой родственник это все переведет на более понятный язык, переложит на бумагу и весь этот бизнес несут к чертям собачьим. Вот чтобы такого не было, мы должны все к этому стремиться, вот этой красоты мы должны желать. Не визуальной красоты, где все вот так на вид, знаете, парки такие красивые, газончики постриженные, фонтанчики. Не эта красота. Красота, она в сути, когда парк или дорогу их строят только лишь с позволения тех собственников, только лишь удовлетворив их нужды, сделав их довольными. Только так. Вот она, настоящая красота, которой все мы должны стремиться, иншаллах, мы к этому придем. Я надеюсь, что прекрасное чечение будущего нашей страны будет именно такой, по воле Всевышнего Аллаха. Субтитры создавал DimaTorzok